В Оренбургской епархии появилось еще одно место для паломничества. По благословению митрополита Оренбургского и Сороктажского Валентина, епархиальная паломническая служба Сретения организовала экспедицию, в результате которой недалеко от границы Пономаревского и Матвейского районов была исследована пещера. Местные жители до сих пор хранят в памяти рассказы предков о ее необычном обитателе. В 1889 году послушник Киево-Печерской лавры Ермолай Федосеев решил уйти и поселиться в одиночестве в пещерах недалеко от Сорокина. Здесь Ермолай поселился, проводя свои дни в молитве. Многие приходили к нему за советом и духовной помощью. Именно поэтому в советские годы пещеру закопали. На раскопках уникального подземного храма побывали наши коллеги. Им слово. Сколько мы с тобой живем? Я забыл уж, Маш. Да, 45 лет. Дед всегда говорит, не женились, а венчались. Вот и прожили почти полвека вместе. В селе и церкви уже не было. Разобрали. Только святые пещеры, похоронившие последнего расстрелянного монаха. По праздникам там служили деревенские бабушки. Заход был. Там лавочка. Стой не пройдешь, что ли, полз комнат нужно. Проползешь, такая же комната. До трех комнат мы спускались, и больше нет. Их засыпали в начале 70-х. По команде секретаря райкома бульдозером сравняли идеологически опасный объект. Десять лет назад спелеологи начали откапывать завалы и постепенно вышли на монажеские кельи. Но почему-то работы прекратили. Чтобы скрыть пещеру, в 70-е годы это все нагребли. Вот его видно. Там золая, тут земля всякая, 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 всякая. В Сорокинские пещеры они вернулись только в этом году. Здесь уже без них копали. Точнее, рыли. Варварски экскаватором мешали землю. После работы черных копателей спелеологи смогли открыть только небольшую молельную комнату. Вот в этом месте лампадка стояла. Вот видно, копоть такая естественная осталась. Здесь стояли иконки. Сюда раньше заходили в полный рост, теперь на коленях. Здесь не горит лампада, нет иконы Священного Писания. Но едва слышный Отче наш снова озаряет подземелье молитвой. Любови нас от лука Бога. Это старшеклассники православной гимназии приехали в Сорокино служить молебен на Святой Земле. Несколько лет назад здесь установили поклонный крест и время от времени по большим церковным праздникам служат на этом месте. Заходишь туда, сразу какая-то атмосфера, погружаешься, вообще ничего не слышно, что наверху творится. Охота вот, а вдруг, как же самому попробовать, смог бы я или нет. Из архива. Пещеры образовались в 19 веке. Основателем был монах Киево-Печерской лавры Ермолай Федосеев. В годы революции его посадили в тюрьму за то, что жил в пещере и своей лицемерной праведностью привлекал массы простого народа. Вот этот подвиг веры, который нас учит тому, как мы должны сами трудиться. Хотя бы в малости быть подобным этим людям, которые уходили от мира подальше для того, чтобы найти себя. Спелеологи продолжат скрывать тайны Сорокинских пещер. В окрестных селах давно ходят легенды о Золотой горе. Но пока ни золота, ни серебра, только мелкие металлические предметы и неземная тишина в монашеском подземелье.